Всегда с вами Мировое Унтро. С подъёмной силой слушайте и смотрите прямо сейчас. Мировое Унтро. Гость в тему. Стильно, модно, молодёжно. Предвкушая интересную беседу, сегодня у нас в студии инструктор по обучению на Моноколесе, основатель школы езды на Моноколесе Игорь Сущенко. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, что если вот с электросамокатчиками уже все знакомы и все их слегка недолюбливают, то Моноколесники, мне кажется, в представлении очень многих, и меня в частности, это какие-то одинокие рыцари, которые, во-первых, непонятно как, держат баланс. Появляются из ниоткуда и исчезают никуда. Люди, как вы правильно сказали, до сих пор ещё не привыкли. Они смотрят на себя, они улыбаются, они там говорят, вау, как это круто, как это классно, как вы едете. Для некоторых это, наоборот, агрессия какая-то со стороны, но, тем не менее, мы никогда не отвечаем агрессии на агрессию, всегда улыбаемся, объясняем людям, что это такое, что это абсолютно безопасно и бесстрашно. Ну, давайте начнём вот с самого главного. Как, кстати, происходит вообще процесс управления? То есть я на чём-то подобном катался, вот эти детские, как они, гироскутеры. В гироскутеры, вот там, если ты наклоняешься чуть вперёд, ты едешь быстрее, да, назад тормозишься. Здесь такой же принцип, я так понимаю, да? Да, здесь такой же принцип, но для того, чтобы понять это, ну, надо пройти небольшую практику. Когда даже самые такие скептики проходят обучение на моноколесе, никто не остаётся равнодушным, все очень довольны. Хорошо, а как быстро можно научиться этому? Сколько потребуется времени? Ну, с нуля начиная. В среднем за полтора часа можно поставить человека. Мы обучаем базе. База — это как минимум 10 метров, чтобы ты проехал самостоятельно, без помощи инструктора. По прямой или уже как пойдёт? По прямой. Ведь человек, который не умеет ездить на колесе, он не то, что не проедет ни одного сантиметра, он даже на него не станет. Поэтому у нас есть специальные импровизионированные тренажёры, всё проходит безопасно, человек остановится, знакомится с этим видом транспорта, и, как я уже ранее говорил, не остаётся равнодушным. То есть полтора часа и достаточно. Насколько я знаю, у вас достаточно большой разброс возрастной учеников, да? То есть там буквально от детей и до довольно взрослых уже. Да-да, есть индивидуальное занятие с детьми, есть группы детские, есть взрослые группы. Конечно же, приходится проводить технику безопасности, особенно на переездах, выход, выезд со дворов. Когда человек уже более-менее подготовлен, скажем так, что он пришёл учиться, а не поиграться, тогда он быстренько научился. Всё, обязательную часть мы уже отговорили, теперь давайте по-человечески пообщаемся. Вот, например, в моноколёсах какие есть градации? Ну, условно, если сравнивать с машинами, там есть малолитражки, да, есть какие-то седаны, джипы. Вот есть ли какая-то примерная градация в моноколёсах? Да, мы называем это детские, подростковые, ну и уже серьёзные колёса для профессионалов, которые люди используют его как транспорт. Как я вот приюхал сегодня к вам в студии на моноколёсе. А в чём отличие? Ну, условно, детское вес... Отличие это по мощности и по диаметру колеса. Какая вот в среднем скорость на моноколёсах? Потому что иногда попадались видео, где, ну, не у нас, правда, с московского МКАДа. Да, я видел просто, ребята, там километров 90 точно... А я воочию видел человека, который шёл вровень с моей машиной, что-то под 70 километров. Это в Беларуси было? Это было на Орловской, да. А, ничего себе. Обычно у нас по дорогам не ездят, потому что мы сотрудничаем с ГАИ, проводим рейды по безопасности в том числе. И я всем нашим ребятам рассказываю, что по дорогам ездить — это просто самоубийство. Если вы выезжаете на дорогу на колесе на одной точке опоры, ну, я не знаю, расписку какую-нибудь, что ли, оставляете? Ну, что я не виноват. В совещании. Прошу никого не винить. Вот. Безопасная скорость передвижения по городу — это, наверное, до 30 километров в час. У нас сейчас регулирование правил дорожного движения о 25 километров в час по передвижению на средствах персональной мобильности. А мне казалось, 35. Но я вам скажу, что до 30 — это та скорость на моноколесе, на которой вы можете мгновенно среагировать на ту или иную ситуацию. Ага. Комфортно. Но можно и больше, если... Это... За городом, давайте вот так вот, за городом, закрытая площадка, то сколько может колесо? Мы разгоняли до 60 километров. 60 километров. Это у нас были соревнования по два человека заезды, это был закрытый стадион в Тайках. Вот, кстати, о соревнованиях мы поговорим через несколько минут, когда вернемся в эфир. У нас в гостях Игорь Сущенко, основатель школы езды на моноколесе и профессиональный инструктор. Всегда с вами «Мировое утро». С подъемной силой слушайте и смотрите прямо сейчас. «Мировое утро». Гость в тему. У нас в студии инструктор по обучению езды на моноколесе и основатель школы езды на моноколесе Игорь Сущенко. И была вкинута информация, довольно провокационная, вот буквально секунду назад, о том, что если в городе в условном из точки А в точку Б будут добираться человек на автомобиле и на моноколесе, то человек на моноколесе сделает это значительно быстрее. За счет чего, Игорь? Небольшая поправка. Если наше расстояние не превышает 10 километров, и это час пик. За счет того, что вы не стоите в пробках, за счет того, что вы можете срезать через двор. И у нас на моноколесе получается большой диаметр, в отличие от электросамоката. Поэтому вы можете проезжать даже оффроуд. Оффроуд – это не асфальт. Меня поразило, что даже в переходах подземных можно на нем по пандусу ездить. То есть не спешиваться. Можно не спешиваться, но, опять же, вы же не должны двигаться со скоростью 20 километров по этому пандусу. Едете со скоростью пешехода. А это умение доступно уже продвинутым каким-то пользователям моноколеса? Или вот чтобы, например, ну для меня я на ногах боюсь ехать, скажу честно. Иногда былая удаль взыграет, но что-то потом за здоровье. Сколько надо? Потом вспоминаешь, что страховочка заканчивается. Делать такой трюк, да. Ну, есть понятие такое, как новички, им не рекомендуется. Есть понятие, как продвинуть пользователь. Или начального уровня пользователь. Так вот, начального уровня и новички – это те люди, которые не проехали еще тысячу километров на моноколесе. Когда вы проезжаете около двух тысяч километров на моноколесе, на самом деле, ни о чем это мало. Это в среднем за два месяца вы можете проехать такое расстояние. Каждый день просто используете его. Тогда вы уже можете начинать пробовать подъемы, спуски. То есть также у нас есть занятия, продвинутые занятия, называются горки на моноколесе для того, чтобы правильную стойку вырабатывать для райдера. Ну и человек уже начинает, моноколесо становится приложением его ноги. Человек начинает быть с ним полностью склитым. Хочу задать несколько таких утилитарных, чисто технических вопросов. Какое обслуживание необходимо колесу? Что там? Есть ли какие-то расходники? Сколько там в месяц уходит? Зимняя резина, летняя резина есть. На самом деле зимняя резина есть, летняя резина есть. Есть фанатики, которые зимой гонят? Мы не закрываем сезон. Около 60% моноколесников катаются зимой. Потому что мы используем это как полноценный транспорт на каждый день. По обслуживанию это один из самых приятных моментов, потому что вы можете обслуживать его один раз в год, сдавая сервисный центр на ТО. Здесь нет каких-то расходников, кроме как резины, подшипников. Это все стоит копейки. Я так понимаю, что заряжается от обычной розетки, да? Заряжается от обычной розетки, используется умная зарядная. После того, как моноколесо зарядилось, оно отключается. И сколько от нуля, условно, по времени занимает? И сколько колесо может пройти на одном заряде? Давайте я по категориям расскажу. Детские колеса заряжаются где-то за полтора часа. Быстро. Средние колеса для подростков, для начинающих, около 4,5 часов. Данное моноколесо, которое у нас сегодня в студии представлено, оно будет заряжаться около 8-10 часов. Это как электромобиль? Практически, да. Да, есть специальные быстрые зарядки, но производитель не рекомендует использовать сторонние быстрые зарядки для подзарядки. И сколько мы можем пройти на одном заряде? На данной модели заявлено до 200 км на одной зарядке. 200? 200, да. Это действительно электромобиль. Я со своим весом проезжаю от 80 до 130, в зависимости от скорости, на которой вы двигаетесь, если поверхность. А что касается амуниции, я так понимаю, что байкерская, в принципе, она подходит, да, и здесь? Да, байкерская подходит, но здесь больше, наверное, правильнее будет сказать легкий эндуро. Фулл-фейс шлем, мото-черепаха, то есть не мотоциклетный шлем, который весит 1,5-2 кг, облегченный шлем, который там до 60 км в час, они даже велошлемы называются, фулл-фейс, защита подбородка. Также мото-черепаха облегченная, наколенники, наколокотники можно использовать... Мото-черепаха – это куртка такая специальная, правильно? Да, да, с креплением позвоночника. Как и правильный начальник, рыцарь на моноколесах. И наколенники, наколокотники можно использовать скейтовые. А, то есть даже так? А перчатки необходимы? Ну, здесь больше нужна защита запястья, как на роллеровые такие вот. Я вот хотел уточнить насчет соревнований, потому что я знаю, что, ладно, езда по городу, допустим, мы с этими ребятами регулярно встречаемся, да, хотя бы взглядом, пролетающий мимо нас. Но вот соревнования, если я, допустим, накатался по городу, то есть я могу куда-то подать заявку, где это искать, и каким образом можно поучаствовать. И да, какие условия есть. Все любители моноколес, которые хотят испытать себя, попробовать, показать себя, они приезжают, мы делаем заезды на закрытой трассе по два человека на скорость. Там около, маршрут составляет около 800 метров, после чего происходит церемония награждения, ценные призы ребята получают, то есть... А, то есть никаких препятствий, а просто... Нет, это миля такая стандартная, да, условно, для электросамоката. Также у нас есть спортивные мероприятия по ориентированию. Вот возле национальной библиотеки я организовывал, ну, это, правда, было года полтора назад-два. Мы организовывали... Как схватка, да? Да. Своё время была на автомобилях? Наклеиваются наклейки на деревья, подсказки, устанавливаются специальные приложения на телефон. У нас есть парень, который разабатывает приложения, тоже катается нам на колесе. И после этого мы выдвигаемся. Раньше с нами участвовали самокатчики в этих всех делах, но когда мы начинаем... Слабенькими оказались. Когда мы начинаем скидывать подсказки на телефон, самокатчик не может убрать руку от руля на бездорожье. И особенно в лесу, когда мы ездим по поиску по ориентированию, самокатчик на горку, он просто зарывается, колесики зарываются. А колесо едет. Поэтому им стало неинтересно, они проигрывают. Совершенно новыми глазами смотрим на доселе неизведанный для нас мир моноколеса. Захотелось! Скрывать не буду. Есть такое, есть такое. Да, Игорь Сущенко был у нас в гостях, инструктор и основатель школы езды на моноколесе. Большое вам спасибо за это. Спасибо вам огромное. Было приятно с вами. Всегда с вами... Мировое утро С подъемной силой Слушайте и смотрите прямо сейчас! Субтитры сделал DimaTorzok